Привет, меня зовут Ирина. Сегодня я бы хотела рассказать вам о растениях из нашего отеля в Адлере. Будет очень интересный обзор. Этот отель похож просто на оранжерею, очень красиво. Сейчас я вам все покажу. Выходим из нашего номера и прямо у подножья мы видим множество растений в горшочках. Вы только посмотрите, какая красота. Это дерево оливы. На нем растут плоды. Маленькие оливочки такие зелененькие. Ну не чудо ли это? Здесь такие заросли деревьев, даже не знаю с чего начать. Это дорожка наша, тропическая дорожка, оазис. Так проходят жители. Давайте с вами начинать смотреть поподробнее. Это аморилис. К сожалению, еще пока не цветет, но ничего. Мы видим хлорофитум, традисканцию зибрина. Там сзади кактус, аллоказия и кипарисовик маленький. Приближаемся к нашим цветущим пеларгониям. И здесь мы видим шифлеру варегатную. Небольшой экземплярчик, но очень миленький. Проходим далее. И вот наш главный красавец. Это стрелиция. По-моему, это стрелиция Николая. Если я ошибаюсь, напишите мне, пожалуйста, ниже в комментариях. Вы только посмотрите, как вьются плющи по стенам. Очень красиво, но такие задумки просто невообразимые. Здесь ягоды похожи на черноплодку, но я знаю точно, что это не она. А как точно они называются, к сожалению, не знаю. Ряд нефролеписов. Аккуратно пострижены, не выбиваются из колеи. На столике у нас также цветочки стоят. Нарциссики небольшие, тоже живые цветы. Пальму украсили к Новому году. На лестнице здесь различные плющи, хидера с такими нежными листиками. Да, шарик не дает мне покоя, хочется его потрогать все-таки. Поднимемся на второй этаж позже, а сейчас мы посмотрим еще один папоротник, не пролепис. И ниже что-то похожее на мандаринки маленькие в горшочке растет. Очень красиво. Алоэ и рядом пеларгония нецветущая. Ну, нефролепис, конечно, шикарный, сложно оторвать от него свой глаз. И это варегатная хидерочка. Такой солнечный сегодня прекрасный день. С ним вообще эта природа просто оживает. Эти растения приобретают еще более привлекательный вид. Поднимаясь на второй этаж, мы видим растения, различные в горшочках, а также вьющиеся плющи. Они абсолютно различные. Вот эта темненькая, это, по-моему, традисканция, но сорт я не помню. Посмотрим на нашу тропиночку со второго этажа. На втором этаже мало растений, но вот я думаю, на втором здании это что-то похоже на плетущийся виноградник. Возможно, летом он выглядит очень красиво, но сейчас, видимо, спит, отдыхает. Да, это, скорее всего, традисканция. Такая фиолетовая. Пальма, конечно, шикарная. Главная красавица. Ну, после стрелицы. Хотя не две здесь самые главные красотки, конечно. Шикарные. Качели тут расположены в тени пальмы. Место для отдыха с диванчиками, очень красивое. Здесь мы проходим к входу и видим огромную шифлеру. Она тоже варегатная. Шикарные листочки у нее такие. Раскинулась несколькими, по-моему, стволами. Хочу подойти и показать вам ближе традисканция зебрина. Такая у нее борода шикарная. Такие кудри отрастила. Но невообразимая красота. Посмотрите, какие блестящие листочки. А это цветущие пеларгонии, по-моему. Погода сегодня просто класс. Плюс 15 градусов в конце декабря. Еще одно место для отдыха. И какой-то плод висит. Вот эта пальма похожа на югу. Мне кажется, это она и есть. Наверное, это юга все-таки. И также цветущие... Прошу прощения, не цветущие, а плетущиеся какие-то растения. Детская площадка. Сейчас мы пойдем, посмотрим, что у нас там в горшочках растет. Деревья различные. Здесь какая-то небольшая промышленная зона у них спрятана от лишних глаз. И шикарная веерообразная пальма. Эти растения, кстати, создают очень приятную тень. И я думаю, что летом они просто шикарно защищают от солнца. Здесь за дверью также расположены очень прекрасные растения. Но, к сожалению, здесь закрыто. Я покажу вам позже. Сняла видео из окна номера. Пойдемте с вами дальше посмотрим. Здесь отдыхать, наверное, в тени очень классно. Мы с вами вышли на улицу. И так наш отельчик выглядит снаружи. Встречают нас пальмы в горшочках. Такие саженцы небольшие, но уже довольно-таки симпатичные. Также плющи такие. И небольшие растения в горшочках. Стрелицию проходим. И возвращаемся по нашей сказочной тропической тропиночке домой. Присядем немножечко отдохнуть за столиком. Далее я вам покажу садик, который находится за дверью. Это вид из номера. Здесь, по-моему, цветущие пеларгонии, небольшая пальмочка. Такие симпатичные деревянные подвесные кашпо. Прекрасно украшают бетонную стену. Вот как вариант для украшения чего-то некрасивого. Супер! А это наш отель вечером. Не менее привлекательный и чудесный. Возвращаемся домой. И на этом я буду заканчивать свое видео. Всех благодарю за внимание. С праздниками вас. И всего хорошего. Пока-пока.